Так же было тогда, в 45-м, когда советские танкисты шли на прорыв к городу Лигнец, так он назывался по-немецки, и был крупным промышленным центром Германии. Советские войска взяли город в клещи, танки били с юга, пехота наступала с севера. Я ношу советскую форму и горжусь этим, потому что советские солдаты тогда освободили нас от немцев, и мы до сих пор им благодарны. Немцы, конечно, сдали позиции. Вот реконструкция, как их брали в плен. Советский боец приводит фашиста к офицеру НКВД, которому не мешает закурить даже проливную дождь. После войны Лигнице вернули ее историческое название, и она стала стратегически важным городом. Сначала для штаба северной группы войск Советского Союза, затем главного командования западного направления. Об этом пишут научные работы и даже снимают фильмы. Когда советские части покинули Лигницу, последний город Польши, где находились военные СССР, это стало, по мнению местных историков, новым этапом в жизни страны. Что, впрочем, не отменяет ностальгии. Современная Польша готова сотрудничать с Россией. Хотя Лигницу и называли Малой Москвой, на российскую столицу она совершенно не похожа. Гранитная брусчатка, красная черепица крыш, величественные костелы. Здесь совершенно особая атмосфера, и, казалось бы, говорить об этом городе в контексте современной истории непросто. Однако, в том числе, именно этим успешно занимались на нынешней международной встрече. Антон Подковенко, Александр Бурчак, телеканал «Звезда Польша».